На улице у нас мгла, очень странная погода. Офигенно! Только это фильм ужасов каких-нибудь, снимать можно. Вечер-вечерок на улице. Чуть-чуть тут почистил двор. Физкультура, короче надо лопату купить, она в прошлом году сломалась. Такие беспонтовые лопаты. Хорошо, что вот такая есть, чуть помощнее и удобно толкать. Там пластик потолще идет. Вот лопаты делают тонкие, в этот раз заеду, куплю хороший толстый пластик, какой-нибудь посерьезней. А то надоело, это чуть-чуть больше снега загребешь, приподнимаешь все, лопата ломается. Особенно, когда на улице больше минус 20, все пластик начинает уже трещать, хрупкий. Вот такая вот у нас улица. Отличный такой вид. Покажу вам свой сад. Выпало очень много снега, сантиметров наверное 15-20 разом. И на следующий день мороз, короче снегом все покрыло, почву защитило и морозик. И вот все деревья так вот снегу на улице хорошо. Наш сад под одеялом. Я думаю, что хорошо перезимует, будет все супер. Смотрел очень много всяких разных передач по глобальным разным температурам. Кто где когда жил, кто такие русы, в общем много всего. В итоге почти во всех вот этих вот исследованиях и расследованиях говорится о цикличности. О каких-то там потопах, климатических каких-то явлениях. Когда были сдвиги, плит, вода накрывала, температуру менялись. Насколько я понял, в нашей части температура будет подниматься на несколько градусов. И этих там пару градусов будет достаточно. Чтобы здесь уже могли расти те растения, которые не могли выжить в медусовых температурах. Там буквально пару градусов уже совсем другая история начинается. И по части, например, той же Америки, Европы, там температура будет снижаться. Ну, в общем, местами меняется. Нам тут, в принципе, не привыкать к холоду и к жаре. У нас и то, и другое есть. Вот, но нам добавляется тепло. Соответственно, у нас будет расти больше деревьев, которые должны расти где-нибудь на юге. Теперь у нас будут выживать. Соответственно, зима не должна быть такой холодной. В основном растения, деревья, они в пределах минус 30. В принципе, все хорошо себя чувствуют. Вот, если доходит до минус 30 и перешагивает эту грань, тут уже такой, знаете, вот эти вот парочку градусов прям начинают играть сильную вот эту роль. Поэтому, если здесь на пару градусов потеплеет, соответственно, деревья все зимой спокойно смогут перезимовать и не будут вымерзать. Будет все отлично. У нас тут есть несколько экзотических деревьев. В прошлом году было минус 28 максимально, до 30 не доходило. И то, это так как бы на моменты какие-то. И вот уксусник, вот, сумах оленей роги называется. Дерево перезимовало ту зиму и в этом году отлично дало рост. Короче, нормально себя чувствует. Есть еще много других деревьев, тоже, в принципе, пережили. Так что, если мы будем держаться в пределах минус 28 краткосрочно, естественно, то, в принципе, у нас любые экзотические деревья, ну, не прям уж любые, прям, не знаю, какие-то из Африки. Но, в основном, то, что есть в России, где-то на югах, у нас тоже перезимует спокойно. И это хорошо. Ну, хотя бы даже примитивно те же абрикосы. Вот у нас абрикосовые деревья там уже несколько лет. при этом они не вымерзали, не подмерзали, все нормально. Абрикосовые деревья отлично себя чувствуют. Посмотрим, как в этом году. На следующий год уже они, в принципе, должны дать абрикосы. Единственный момент, я думаю, может, из-за вот этих вот природных глюков, как бы не происходили вот эти скачки раз и минус 30 или 35 или аж 40, ну, не знаю. Будем надеяться, что такого не будет. На последние несколько лет не было. Потому что вон там мы посадили авокадо. Эксперимент авокадо высадили у нас во дворе. И просто вот оставили зимовать. Ничем я не укрывал. Просто под снегом. Там инжир растет. Тоже просто под снегом. Здесь рододендроны. Тоже просто под снегом. Ничего не укрывали. Ну, короче, мы вообще ничего не укрываем. Вот. Если что-то не может без укрытия здесь существовать, как говорите, да ну его нафиг. Зачем мне оно? Это возня, беготня. С тряпочками укутывания. Сдалось оно все. Сад должен быть по своей местности в автоматическом режиме. Сам должен существовать. Я не должен бегать за этими всеми штуками. Там укрой, тут достань, там это. Что это вообще? Это сад что ли? Это ладно, я сейчас молодой. Но нужно как-то размышлять на будущее. И я сад закладываю так, чтобы под старости лет все само существовало здесь в саду. И я минимум каких-то телодвижений делал. Потому что там у меня сил не будет. Богатырских. Как сейчас. Так что продумаем это все дело наперед. Сейчас покидал снег такая физра офигенно. Вон там у нас растет оболепиха. Надо будет ее собрать. Красотища. Все идем сейчас гуляем. К нам приехали гости. Шурин. 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 И это обозначение даже есть в санскрите. Если кто не знает. Там даже есть, понимаете, вот. Что Шурин, если кто не знает. Это брат жены. Вот моя жена. Вот брат. Это Шурин. В древнем древнем мире все так же называлось. Какие красивые у нас елочки. Как будто 12 месяцев. Мультик же есть сказка. И там вот этот лес. Прям такой же. Мы в этом лесу. Прогулялись, короче, мы тут чуть-чуть. И у Оли волосы такие. Просто как будто из фильма ужасов. У меня жена превращается в какое-то инопланетное существо. Что с тобой? Ну-ка, а у меня тоже так? Тебя города. Поближе бороду покажет. Ужасно. Макароны. Сейчас снег сыпется. Почти сыты. Вот так вот. Носи усы, несы. Вечер, вечерок. Хлопья снега просто гигантские. Огромные. Огромные. Хлопья снега просто гигантские. Хлопья снега. Хлопья падают сантиметров. Я не знаю сколько. Это что, снежинки? Пипец, это не снежинки. Это... Комки. Комки. Это просто... Величина, да, какая, Оль? Сейчас ледяной дождь был. И сейчас резко пошел такой вот снег из вот такой. Такие хлопья. На камере не очень видно. Как будто кто-то просто высыпает нам снег. Как это... Да, хлопья получается в сантиметра два-три шириной. Первый раз такой снег вижу. Ну... Офигеть. Это если всю ночь так будут валить, это просто нас завалит снегом. Это вот когда показывают, что там в Америке завалило, да, несколько метров снегом. У них там... Они паникуют, там все такое. Это вот именно такой снег падает. Странно как-то, я вообще... Я первый раз вижу такой снег. Каждый год какая-то новая приколюха, прикиньте. Вот я первый раз сколько живу в России, вижу такой ширины хлопья снега. Никогда такого не было. Стук странный, да, такой. Как будто бегает кто-то. Оказывается, такой дождь был. Офигеть. Посмотрим, что будет с утра. Посмотрим, что будет с утра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok